Но если вам интересно, конечно, посмотреть и послушать про травы, оставайтесь с нами, потому что я расскажу, какие травы, особенно женщинам советую посмотреть, какие травы очень хорошо для женского здоровья. И обязательно нужно для себя их заготавливать. Вообще травы разделяются на женские и мурские. Мурские травы – это в основном те травы, которые идут под названием «Зверобой», «Пустырник», «Бадан», «Чебрец» – это все мужские травы. Есть женские травы – «Мята», «Мелисса», «Душица», «Пижма». Полынь, она идет нейтрального такого. Но это не говорит, что только мужчинам пить или женщинам. В смысле того, что некоторые травы в основном подходят только женщинам, и мужчинам не очень-то и нужно их пить. В особенности, допустим, тоже мяту вообще мужчинам нельзя пить. Мята снижает потенцию мужчин, и поэтому она считается абсолютно вредной для мужского организма. А некоторые мужчины очень любят мяту попить, очень любят мятные таблеточки пососать. А она влияет очень плохо на ихний организм. А вот женщинам наоборот. Некоторые травы даже очень полезны. А вот «Мелисса», она нейтральная. Ее можно и мужчинам, и женщинам. Она не мятая. Все-таки «Мелисса» – это лимонная трава. Она полезна обоим полам. Но она хорошо «Мелисса». Она снимает головную боль, снимает усталость, раздражительность. Когда женщина есть предмесячная, и происходит у вас там раздражительность, какая-нибудь вспыльчивость. У мужчин также бывает. Раз чаечек с «Мелисой» заварили – красота! И опять полегче стало. А вот если женщинам совсем плохо бывает, да и не только женщинам. Мужчинам тоже бывает очень плохо. Допустим, такое вот настроение депрессивное. Депрессия. Вот есть вот такие моменты. Депрессия, ничего не хочется. Кто-то хочет всех послать куда-нибудь. Кто-то хочет просто ничего не делать. Вот в этот момент вот эта трава вам и поможет. Это зверобой. Зверобой является самым лучшим натуральным лекарством, доказанным учеными, что трава зверобой является самым лучшим антидепрессантом. Проводились даже исследования. Группа людей, которых во время депрессии поили этими химическими антидепрессантами и группа людей поили зверобоем. И вот группа людей, которые пили зверобой, выходили из состояния депрессии намного быстрее. Намного лучше. И его считает сам, между прочим, мировое подтверждение. Не то, что у нас там в России или где-то, а мировое подтверждение, что зверобой является самым лучшим антидепрессантом. Вот женщина. Чаще всего мы начинаем перед месячными климатически вот эти вот... Да, хоть при климаксе, хоть перед месячными начинает у нас вот это вот менструальное. И вот в это время мы начинаем нервничать, психовать, нас все раздражает. Если женщина будет за собой следить и где-то за неделю до наступления месячных, за 10 дней, раз, чаечек. Один раз в день достаточно. С зверобойчиком выпила, раз, чаечек. Но пить его нужно только днем. Вечером пить нельзя, потому что он поднимает как бы немножко состояние, такое улучшает состояние организма. Днем раз, выпили стаканчик. Можно даже холодненький сделать себе. Сейчас же делают эти всякие термокружки, бутылочки. Раз с собой сделала вот настойку. Не настойку, а тварчик. Раз в обед. Выпила. Зато будешь спокойная, как у нас. И самое интересное, что у него нет такого агрессивного, никаких побочных эффектов агрессивных. Единственный момент, с любыми травами, это, конечно, с любыми травами, обязательно нужно проверять себя на аллергичность. То есть, выпили травку, последили за собой. Если все нормально у вас, значит, можно дальше пить. Еще одна хорошая трава, которая помогает женщинам бороться с предменструальным состоянием, синдромом, когда плохо себя чувствуем, нервничаем, возражаемся также. Ну, все вот эти вот происходят моменты. Самая лучшая трава для женского здоровья в борьбе с предменструальными синдромами является оралия маньчжурская. То есть, настойка корней оралия маньчжурской. Она продается в аптеке, ее можно купить, потому что вообще не советуют травников ее покупать. Для сбора очень такая сложная. Лучше купить в аптеке все-таки. Готовую уже настойку, ту, которая имеет сертификаты и так далее. Показания к применению. Артериальная гипотезия, астетический синдром, психическое истощение, депрессии, состояние после перенесенного менингита, черепно-мозговых травм, также энерриоза, лучевые болезни, физические и психические утомления. Есть и противопоказания, обязательно читайте противопоказания, но она рекомендуется еще плюс женщинам во время предменсурального цикла. Стимулирует центральную нервную систему, превосходит по активности настойку женщины, оказывает общие, тонизирующим, гипотердозивным и гипоклимическим действиям, улучшает аппетит, ослабевает чувство усталости, укрепляет нервную систему, усиливает окислительно-расновительные процессы в тканях. Вообще, вещь, конечно, очень интересная, я вот ее сама пью, когда и бывают проблемы со здоровьем, я, конечно, почувствовала на себе, у нее чувствуется прям такое действие на организм. И женщинам советую купить, если чувствуете, что любая женщина страдает тем, что у нее всегда есть состояние депрессии, усталости и так далее, особенно из-за того, что у нас все-таки организм женский так сделан. Мы постоянно, у нас в месяц один раз происходит перестановка организма, а это очень сильно влияет на нашу нервную систему. Советую. Просто для женщин, как женская трава, это вот одна еще из женских трав. Зверобой, оралия маньчжурская, это у меня клевер. Клевер – это женская трава, о которой я вам и говорила. Какая трава еще нужна женщинам – это клевер. Во-первых, для женщин чем полезна? Особенно женщинам в возрасте, таким после 40. Ну, я не говорю, что мы старухи уже после 40, но женщины после 40 – это климакс. Все равно в любом случае. Уже начинаются гормональные сбои и так далее. Вот именно клевер восстанавливает всю гормональную систему. Там имеются эстрогены. У него гормоны эстрогены, и он восстанавливает женский организм. Вообще, он очень хорошо при климатических состояниях, когда у женщины, при климатических – это когда она начинает немножко возбужденная быть, вот ее надо пить. Это манжетка у меня, тоже женская трава. Но я ее, правда, заготовила немного. Я в этом году решила немножко заготовить, хотя, оказывается, манжетка является очень даже… Такой травка-то неплохой. Я чуть-чуть заготовила добавлять в женский состав женских трав. А это клевер, зверобой, манжетка. Туда же можно добавить чабрец, мелису. Можно за место чабреца добавить. Клевер вообще всем женщинам советую, очень советую. Наберите. Настолько приятная трава. Я действительно вот… У меня тоже проблемы, уже климакс начинает проявляться, и я ничего не могу с собой сделать. Организму тяжело. Ну уж извините, природа есть природа. Я клевер завариваю. Вообще, я как чувствую приливы, или вот эти вот все неприятные симптомы климаксные, сразу завариваю клевер и пью. Его можно пить в течение недели, даже 10 дней, не страшно. Я прям чувствую себя хорошо. Прям легче мне становится. Вообще, очень хорошая трава. Ставьте пальчик вверху. Пишите комментарии. Пишите о том, какие вы травы заготавливаете, что интересного вы знаете. Поделитесь с нами. Если что непонятно, тоже пишите. Ну а на этом я всем желаю здоровья и до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok